привет друзья идемте попьем с вами кофе и поговорим немножко вот сюда я вас возьму и мы с вами немножечко пообщаемся ну что ж привет как я сняла видео в конце года по уходящего 19 так и пропало но волей судьбы и планеты решила вернуться потому что время освободилось поэтому думаю и вы мне пишите мои дорогие спасибо вам что вы переживаете волнуетесь я в общем здесь никуда не девалась здесь я слава богу все мы здоровы живы и сидим тихонько как мышки все значит в изоляции конечно те из вас кто подписан в моей я facebook группе по будням сынной немножечко в курсе дела что происходит то что там это единственное место где я в каком-то виде себя проявляю вот на канале к сожалению с начала года ничего не появилось хотя у меня и есть план как я вижу этот канал я вам даже поделилась с вами тем как я вижу этот канал и его тематику в этом году даже не было времени у меня сделать ни одного видео чтобы вам продемонстрировать свою задумку вот но так как у меня очень часто и много связано вы знаете с покупками с магазинами с грошерис конечно в этой теме я и собиралась продолжать как я сказала уже года наверное 23 назад что конечно наш влог уже давно не семейный хотя очень многие смотрят его с надеждой что иногда будут какие-то влоги в принципе они бывали дата например первый день в школе там первый день школы или там какие-то такие вещи вот но сейчас я подумала что наверное будет хорошо если я сделаю несколько влогов но и вы посмотрите как детки выросли и если честно сноровка потеряна уже вот вам честно скажу сейчас дела камеру и сноровка потеряна очень теряется значит что сказать о чем сказать о чем рассказать вот но так как это у нас не все таки не влог беседа все таки я буду делать вложек немножечко как мы проводим наши дни на карантине или в изоляции да потому что все таки карантин да здесь более часто как принято считать что это те кто сидит после путешествия или заболевший человек возможно заболевший то мы просто в изоляции потому что в принципе мы я давно уже не работаю давно две недели это 2 неделя вот кости работает из дома уже вторую неделю ну а детки у нас тех из вас кто в канаде знает что у нас был марч брейк это мартовские каникулы весенние на неделю которые продлились двумя неделями сидения в доме первую неделю мы пережили нормально сейчас началась вторая неделя и в общем то пока что мы ее переживаем значит что мы делаем как мы делаем как мы проводим наши дни наверное это то о чем я постараюсь вам рассказывать в своих влогах для того чтобы поддержать ваше настроение чтобы не унывали не впадали в депрессию потому что я знаю что для многих это очень депрессионное состояние сейчас да вещи я все-таки вижу здесь очень много положительных моментов и именно в сидении дома конечно не в том что умирают люди вы не поймите меня неправильно в том что люди заболевают и в связи с этой ситуации но с тем что вот так вот все у нас образовалась сейчас в мире и у людей есть возможность побыть дома своей семье подумать о своей жизни просто расслабиться и потому что нету выбора другого нужно расслабиться и переждать вот и вы мне очень многие писали иночка что вы где вы я подумала что наверное это очень правильное время будет выйти с вами на связь поэтому я здесь у нас сейчас утро ну не ранее утро уже 10 час наверное где-то до 10 час я пью свой кофе черный который я просто варю прям в турочке вот и детки пока еще утром я вам разрешаю немножко поиграться за своими девайсами пока мама пьет кофе вот а потом у нас немножечко до обеда начинается такой учебный процесс который тоже все в непринужденной форме потому что когда знаете они были младше вы знаете у меня было и расписание и было очень все жестко потому что ну маленькие детей прям реально нужно каждую минуту держать в расписании сейчас они уже конечно постарше дожка вообще 11 лет большой ребенок там все достаточно просто разговором габи старается тоже войти в эту рутину то есть она знает если сейчас рейдинг тайм мы читаем то мы читаем вот она значит они продлиться бесконечно на знаю что это очень короткий отрывок времени поэтому в принципе как то так ну все в общем буду вас вести пост по нашей небольшой рутине делать небольшие влоги чтобы как-то поддерживать нас всех в хорошем относительно настроение в эти такие весенние хмуроватые дни потому что в канаде у нас что-то солнышка пока нету и тепло не наступает никак не может наступить итак поехали проведем с нами день в изоляции мне нужна грудинка вечером готовить где у меня грудка вот подсосанная грудочка разморожу и на вечер буду готовить ее с кокосовым молочком подливе стопроцентное кокосовое молоко стараюсь брать без добавок без резины вот видите в ингредиентах ингредиенты коконат экстракт 70 процентов и вода вот я с ним буду готовить потом вам покажу у нас пока что на улице солнца нету но хоть слава богу снег вчера вышел он растаял потому что сразу пошел дождь после снега сразу пошел дождь вот сегодня просто сухо ничего не идет никаких осадков вот но небо такое серое видите серое вот такая слякотная холодная серая весна пока что у нас вот детки сидят готовится к рабочему учебному дню капулька будешь это кушать что тебе дать не знаю не знаю карто картошка я говорю каша яички что еще пицца пальцы хлебушек с этим спинат баттер не хочешь а можно знать что крекер с крим чизом не хочешь да сколько тебе штук намазать 2 3 ну сейчас 2 или 3 штук гады я сделаю стучать не надо по ним уже помни развалился просто возьмем хлеб в руки и вытри ложку ореховое масло просто арахисовое все только и тоже не порви хлебушек и много не бери фрэнклин если вы знаете фрэнклин и фрэнклин и напишите нам, если вы знаете такой рассказ про Фрэнклина, у нас есть много разных книжечек мы его очень любим, и Дошка был маленький, его очень любила рассказы Фрэнклина и Габуська теперь очень любит, я и читаю, а потом она будет читать свои книжки да, все, давай будем читать, сейчас смотри, да, все, давай будем читать Фрэнклин forgets, and I'm in grade 1 хорошо, они знают Franklin fed his goldfish every day and tidied his room once a week he helped his parents rake leaves in the fall and shovel snow in the winter Franklin liked doing chores chores, not chores it made him feel very grown up this is a teacher book, guys, I'm reading it, I could read, I could read все, давай начинай this is the cake that Mag ate this is the egg that went into the cake that Mag ate I like eating cake this is the corn that fed the hen that laid the egg that went into the cake that Mag ate this is the corn that fed the hen that laid the egg that went into the cake that Mag ate Субтитры делал DimaTorzok Сейчас Садошка у нас занимается сканокадами Делает математику, алгебру Плохо видно здесь Экран-экран не показывает На обед сегодня я грею наши ченахи Я вчера приготовила вечером Вот фасоль, хумус, говядина Немножко томата Очень вкусно и сытно Ммм, ем Так что время обедать Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, сейчас время выпечки настало Я спросила у деток, хотят ли они со мной печь Но они сказали, что нет Они отдыхают, сидят А то же бедные переработались В общем, делаю сегодня новый рецепт банана Бред Который без муки Он идет с тхиной Вместо муки Значит, используется 6 столовых ложек тхины Используется также 2 столовые ложки меда или селана Но я не буду ничего из этого использовать Просто немножко сахара возьму Буквально 1 столовая ложка Немножко ванильки добавлю Здесь у меня орешки грецкие Были уже, знаете, такие на дне В пакете уже такие вот как раз они Крошки 4 яйца Буквально там идет пол чайной ложки соли Для выпечки Тоже не помню сколько И вам напишу здесь И 3 бананчика В общем-то Вот такой у меня будет своеобразный банана Бред Делаю впервые Своего рода такой эксперимент На 180 градусов на полчаса Будем смотреть Я буду делать вот в этом Пайрекс Все Покажу вам результат Так Смазываем форму Растительным маслом Хорошенечко Так что на 100% с 4 яйцами Поднимется очень Очень даже Хорошо Поэтому всю форму доверху смазать Все стеночки Прям до самого Верху Яйца с маслом Любят друг друга Так что Хуже не будет Все И на полчаса Посмотрим что у нас Получится Ну вот оно Достаточно Такая жидкая Очень жидкая Смесь Ну тут Все будет держаться Я понимаю Пока за счет яиц Ну посмотрим Что у нас Получится Выпекаю В маленьком Тостероване Он конечно Самый чистый То есть он чистый Но уже старый За счет этого Выглядит конечно Соответственно Вы знаете Мы въехали в этот дом Купили этот тостерован Ну в общем Все Посмотрим через полчаса Что у нас получится Сейчас мы будем делать попкорн Кто будет меня снимать И до школы больше Ми-ми-ми-ми Так Значит мы берем У меня есть Масло Вкусное Но не просто масло Обычное А оно Топленое Значит мы включаем Сковородочку Берем буквально Я такую пропорцию Примерно делаю Как в этом Говорили в интернете Они говорят Две ложки Ну я вот так вот Возьму такие две Две плоские Разогреваем Сковороду И в нее маслечко Ну Так Так Закрываем Так Сюда же Буквально Пинч Как говорится Щепотка соли Я использую Сходим Молодько У кого какая есть И для этого Рецепта Они берут Я первый раз Делаю именно С этим маслом И в сковородке Потому что у нас Поломался наш Попмейкер Который был Попкорн-мейкер Вчера Это четверть Стакана Так Вот сейчас Оно растаяло Я высыпаю сюда Корм Нам нужно Чтобы он Весь В этом масле Пропитался И Вот мы даже Сейчас увидим Как оно Начнет Зажариваться Как бы Схватываться Оно на Большом огне Давай Накаляйся Да Сейчас Оно Иду Смотри Все Оно сейчас Начало Оно Надо Придерживать Немножко Все Сейчас Она Придержит Ты шел С ней Ну в общем-то Я думаю Что пока что Мы закончили Что-то там Еще стреляет Я уже Выключила Комфорочку Габочка Помогает Держать Да Габусе Уже Им интересно Постреть Тем временем У нас Банана Бред Меняет Свой цвет Не хочется Открывать Но я Открою Вон Как он Быстро Уже Меняется Найс Очень Хорошо Посмотрим Осталось 10 минут Ну что Будем Перекладывать Наш попкорн Ну-ка Габусе Дай Мама Откроет Перекладываем Вот сюда Обратите Внимание Обратите Внимание Что Можно Брать Еще Больше Так Запах Я не Слышу Что там Габусе Что-то Капнуло Что-то Так Смотришь Попробуй Осторожно Горячее Но мне Важно Что Какой Идут Твой Стакан Там Нет Попробуй Ну что Как Нормально Чувствуется Масло Или нет Нет В общем Короче Они не В восторге Но я Попробую Очень приятный Видимо Вначале Пока мы ели Мы не раскусили Но потом Детки Раскусили Как было им Вкусненько И даже Мне поставили Из пяти Звезд Габи Добавила Еще раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Звезд Мне поставила Девять Звезд За попкорн За баттери Попкорн Понравилось Да Габуси Это Харт Ты делаешь Мне А Ты Пытаешься Девятку Сделать Ей Мои Ёйки Мои Лучки Маленькие Все Вот здесь Почти Все Съели Ничего Не осталось Вкусненько Вкусненько Так Ну У нас Тем временем Прозвонил Наш Банан Бред И мы Можем Посмотреть Что у Нас Там Получилось Так Он Как Полагается Банане Бред Коричневый Из-за Бананчиков Так Включаем Свет Так Поставим Вот Здесь А то Черное На черном И он Хорошо Видим Ой Блестит Он Конечно Великолепно Здесь Он Тоже Очень Даже Ничего Посмотрим Насколько Он Приготовился Как Он Тверденький Плотненький Да Сейчас Он Подостынет Под салфеточкой Потом Он Он С краешка Все Хорошо Видите Отошел Подтянулся Найс Будем Пробовать Скоро Сначала Дадим Остыть Решили Выйти Немножко Прогуляться Люди Немножко Немножко Не Коронавирус Да Они Немножко Поэтому Они Погуляться Просто В В Дом Они Не Немножко Они Делают Все Деваешь Очки А Ну Моя Санглаз Немножко Долго Тебя Будем Немножко Кабаби Ну И Дома Долго Тебя Будем Ждать Боже Мой Ты Другие Кроссовки Одеваешь Мама Господи Осторожно Ну Что Вот Наш Пирог Я Сделала Кофеечек С С Молоком И Вот Такой Вот Он Интересный Получился У нас Банана Бредик Своеобразный Вкус Но Мне нравится Очень Приятно Если Учитывать Что Он Без Муки Так Что Пробуйте Ну Что Сейчас Пришло Время Ужина Я Гречечку Буду Варить То Уже Варится Гречечка И Буду Делать Подливу Из Грудки Куриной В Кокосовом Молоке Вот Уже Дела К вечеру Хоть Уже И Светло Время Сейчас Пять Часов Пока Приготовлю Все Будет Уже Шесть Вот А там Вечером На Прогулку Уже Очень Жду Этого Времени Итак Каша Уже Почти У нас На Подходе Вот Это У нас Почти Курица Кари Получилась Потому Что Я делаю Ее У У меня Было Еще Несколько Митболов Я Бросила Сюда Значит Здесь У меня Натертый Джинджер С Чесноком Имбирь С Чесноком Перетертая Паста Значит Острая Приправа И Паста Кумина Поэтому За счет Этого Такое Желтенькое Вот Это Все Вот Ну Растительного Масла Немного И Немного Кокосового Молока Так Вот Мелко Нарезанная Куриная Грудка Уже Достаточно Долго Обжаривается Сейчас Я Выливаю Молоковое Которое Я уже Добавила На Такое Густое Добавила Воды И По Чуть Даже Не Хочет Выливаться Значит И По Чуть Буду Добавлять Забито Не Могу Прям Там Кусками О Как Сливки Я буду По чуть Чуть По Мере Надобности Добавлять Что Мне Нужно Чтобы Было Достаточно Много Подлива Она Будет Немножечко Естественно Вывариваться Выжариваться Вот И Когда Будет Готово Я Вам Уже Покажу Сейчас Еще Нужно Нарезать Салатик И В общем То Наш Ужин Готов Салатик Готов Вот Такой Весенний Со Шпинатом Редисочкой Помидором И Огурцом Значит Здесь Тоже Горячее Но Я Открою Готова Наша Курица И Мы Идем Ужинать Боже Мой Какая Красота Все Сейчас Время Для Мамы Мама Идет На Прогулку Ох Какая Прелесть После Ужина Иду На Прогулочку Вышло Солнышко Очень Хорошо Иду Все Друзья На Сегодня Я Вам Скажу До Свидания Такой У нас Был С вами Небольшой Сегодня Небольшая Встреча И Я Надеюсь Что Мы Сейчас Немножко Почаще Будем Встречаться В связи Вот С такой Ситуацией Вот И Надеюсь Вам Было Интересно И Вам Было Весело Опять Увидеть Меня В кадре Потому Что Я Очень Рада Мне Это Тоже Прибодрило И Дало Таких Немножечко Энергии Эмоций Хороших Так Буду Делиться С вами Чем Знаю И Надеюсь Вам Это Как-то Тоже Поможет Всем Доброго Здоровья Хорошего Иммунитета И Отличного Настроения Пока Продолжение следует